Мы видим с вами каждый день новости. Украина сейчас массово атакует российские НПЗ. И с последнего ночи на 17 мая два БПЛА атаковало завод Туапсе в Краснодарском крае. Ну, кстати, интересная информация, что они его только починили буквально несколько недель назад, после январской атаки. И вот, собственно, снова был пожар. И говорят, вот мой вопрос о чем, о людях, которые там работают, что сейчас наблюдается такой солидный отток специалистов. И руководство не может так быстро найти на их место других людей, других специалистов. И просто работникам угрожают. Говорят, что отправят на так называемую СВО, отправят на фронт, если не будете оставаться на своих рабочих местах. Насколько это сейчас массово? Что вы об этом знаете? Ну, вы знаете, это действительно так. Вот атаки НПЗ, они на самом деле очень эффективны, конечно. Но мало того, что вы попадаете, мало того, что это горит красиво, да, это горе-горе ясно, это сказывается, конечно, на горючих материалах. И даже вот Америка прежде беспокоится, и Европа, что это поднимает цены на бензин. Но я думаю, что как-нибудь уж справятся. Справятся уж как-нибудь с поднятием цен на бензин Европа, да. Пусть скажут спасибо, что она не воюет физически. И на эти, мне кажется, сценарии не стоит внимания обращать. А то, что работники с этих заводов сегодня не будут работать, отправятся на войну, это точно. Потому что это вообще единственная альтернатива. Либо ты работаешь на военном заводе или НПЗ, там у тебя всегда есть бронь. Либо ты уходишь на фронт. И здесь без вариантов. Здесь без вариантов. И опять же я подчеркну, что с новым министром обороны это все будет еще жестче. Хочу еще спросить у вас по поводу Путина, по его новой каденции, так сказать. Вот мы с вами немножечко так буквально фраза прозвучала. Слово «приемник», «наследник», скажем так, в этом контексте мой как раз следующий вопрос. Мы понимаем, что Путин уже в возрасте и, скорее всего, в предстоящей каденции, особенно под ее конец такой, постанет вопрос, ну а кто же следующий, кого нужно искать, мол, Путин начнет терять власть. И вот как раз одни говорят, что сейчас делают ставки на Патрушева-младшего, который получил повышение, стал вице-премьером. Ну и также говорят о губернаторе Тульской области, о бывшем губернаторе, господине Джумине. Кстати, сейчас наблюдаем картинку. Он стоял на сцене, прощался со своими подчиненными, с областью и расплакался. Прямо ему так жалко было переезжать в Москву. Но многие говорят о том, что нынешний помощник Путина, значит, господин Дюмин, он реальный кандидат, может быть, даже следующий президент, скажем так. Что вы об этом думаете и какие ваши прогнозы на следующую каденцию Путина? Ну, вы знаете, мне кажется, что Путин не отдаст власти через шесть лет. Нет, Брежнев умер, когда ему было 76, пусть он, стало быть, будет 77, когда он вступит в следующий избирательный цикл. И я думаю, что он будет кивать и на Байдена, и на Трампа, и он не собирается никуда уходить. Вот эти все преемники, это как бы вот на всякий случай. Это на всякий случай мало ли что случится. Ну и вообще, чтобы как-то народ не беспокоился, чтобы понимал про преемственность поколений, там, бом-бом-бом, туда-сюда. Еще дочерей его называют, одну из дочерей называют преемники. Но надо сказать, что обязательно им всем откусят голову, только Путин вдохнет. То есть не верите вы в то, что Путин ищет себе наследника? Он может себе каких угодно наследников подбирать, его же окружение, оставшись в живых, им откусит голову. Кстати, интересно, чего сейчас добивается Путин? Мы видим такое некое обострение, оккупанты пробиваются, скажем так, в Харьковской области. Вот буквально в эти минуты появляется сообщение, что Путин заявил, что Россия не планирует захватывать Харьков. Одной срочкой сейчас, вот в эти минуты распространяется это сообщение. Понятно, верить Путину нельзя, ни в коем случае. Просто интересно, зачем он это заявляет и чего он хочет, чего добивается. Вот недавно он сказал о том, что мы готовы пойти на мирные переговоры, а только без вывода войск, без каких-либо дополнительных условий. Что это за игра? Нет, конечно, верить Путину нельзя. И здесь уже стало общим местом, конечно, сравнение с многочисленными интервью Адольфа Гитлера, в том числе американским, английским журналистам, и накануне во время войны, и во время войны, в начале войны. И он говорил, что он за мирные переговоры исключительно. Здесь ровно то же самое. Путин хочет мира, конечно, он хочет, он хочет мира, он хочет, чтобы, по крайней мере, восточная, а лучше и центральная Украина досталась Путину, и чтобы Приднестровье досталось Путину вместе, соответственно, с Одессой. Ну и чем плох такой мир для Путина? Для Путина это вполне устраивает передышечка, а потом можно пойти на Польшу, в страны Балтии, на Северный Казахстан. Просто смириться с его хотелками. Ну, никто же не собирается это делать. Кто не собирается смириться с его хотелками? Слишком много уже, на самом деле, мирились. Слишком много. Самое-то главное, конечно, самый главный упрек, как Запад проглотил Крым вообще без звука и без слова. Ну, вот, получите теперь войну в центре Европы. И сейчас и обход санкций, и страдания европейского и американского бизнеса, как хорошо было с Путиным иметь дело. Вот это вот все выращивание войны, на самом деле. То, что для Путина мир – это война, это совершенно очевидно. Война – то, что держит его сейчас у власти, то, что держит его при жизни. Он прекрасно понимает, что мир в нашем с вами понимании, понимании нормальных людей, мир – это его смерть. Политическая или физическая? И политическая, и физическая, конечно, конечно. Как только люди захотят мира искренне и пытаются его достичь, пытаются разговаривать друг с другом, власть Путина этого закончится. А закончится власть, закончится и жизнь. Очень странные появляются сообщения в последнее время. Много сообщений международной прессе. Вот одно из них такого типа. Западные страны планируют оказать скоординированное давление на Зеленского для начала переговоров, утверждает Europe One со ссылкой на источники. New York Times тоже пишет, Украина и Россия могут пойти на переговоры и остановку войны по линии фронта у ближайших 2-3 месяца. Мол, они ссылаются на свои источники в Белом доме и говорят, что там, в Вашингтоне, рассматривается сценарий, корейский сценарий, раздел Кореи, как было в 1953 году. В связи с чем появляются эти сообщения? Сам президент, кстати, публично, Владимир Зеленский, сказал, что на него давление не осуществляется. То есть вот так. Но есть вот такие сообщения. Ну, знаете, кому сейчас не позавидуешь, вообще не позавидуешь, так он Зеленский. Он, конечно, он в любом случае во всем будет виноват. И мне кажется, это очень важно помнить. У него сейчас кончается срок президентский. И только ленивый не будет ставить ему это в вину в конце концов. На него, конечно, будут давить любители мира, вне всякого сомнения. Но на него будут давить украинцы, конечно, потому что каждый день войны, естественно, уносят жизни сотен, сотен украинцев, если не тысячи. И сколько еще может выдержать Украина? Да и любой в войне рано или просто приходит конец. Какой мир примет Украина? Какой мир примет Зеленский? Я думаю, для этого сейчас будет, собственно, в сторону швейцарской конференции. Будет ли участвовать в ней Китай, кстати говоря, или нет, мы не знаем. Это неизвестно. До сих пор неизвестно. То есть мир, да, мир ищет, извините за тавтологию, мир ищет мирные пути, мир пытается построить дорожную карту, понимая просто, что надо остановить гибель людей. С самого начала гибель людей. И речь, конечно, прежде всего об украинцах. Понятно, что Путин захочет все. Это понятно. Понятно, что Путин обманет и никакого мира в итоге не будет. Как он обманул всех и с Минскими соглашениями, и с Крымом, как это все это уже было. Как он обманул и Запад, и собирается обмануть Восток, но у него ничего не получится, конечно, с этим. Но мы же все знаем с вами, что Путин обманет, мы знаем. Мы знаем. И остается теперь выяснить, в каких рамках Украина, согласно, будет получить передышку, именно передышку, то, что война на всю нашу жизнь, просто надо признать и к этому готовиться. Да, мы увидим, я уверена, светущую, развивающуюся европейскую Украину. И увидим довольно скоро. Довольно скоро. Да, не будет никогда уже, наверное, при нашей жизни в Донецке такого аэропорта. И не будет там такого стадиона, на который пели мировые звезды, и вались туда. Но все это будет в Киеве, во Львове. В Харькове. В Харькове обязательно будет. И просто Украина будет все равно жить в состоянии войны с Россией так или иначе. Да, как Северно-Южная Корея, или как Япония с Россией. Все равно мирный договор не подписан. Другое дело, что пока же Путин не будет в Северно-Южной Корее. Не будет, а уж тем более Японии и Советского Союза. Потому что Украина, конечно, как кислота разъедает Путину и глаза, и зубы. Он ненавидит. Он ненавидит украинцев, он ненавидит Украину, ненавидит украинцев. И мир на этой жизни не будет. При всем восстановлении, при всем расцвете Украины, мы все равно будем наблюдать пограничные конфликты, попытки наступления, бомбардировки, что-то еще. Это будет в меньшем составе. Может быть, в конце концов, закроется небо над Украиной. В конце концов, я надеюсь. Но Путин не успокоится. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, Ольга Гельняна, за этот разговор. Ольга Романова, виконавча директора РУКУ РУССИДЯ, еще была с нами на связку. Друзья, я вас очень прошу поставить нам подобайку. Это просто обовязково. Лишите ваш комментарий или вопросы. И подписывайтесь. Спасибо.